На связи уже Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности. Иван Григорьевич, рады приветствовать вас. Здравствуйте. Доброе утро, слава Украине. Героя слава. Иван Григорьевич, ну что ж, очень много с вами, кстати, эту тему обсуждали. Очень позитивные новости видим от Укроборонпрома. Но стоит отметить также, что сейчас налаживается коммуникация не только государственного предприятия, но и частных компаний по производству современных инновационных технологий. И в том числе и дроны, которые так необходимы сейчас силам обороны Украины. Скажите, пожалуйста, давайте озвучим приоритеты, то, что сейчас необходимо. Ведь, как акцентировали аналитики и военные эксперты, что сейчас тот момент, когда против российской навалы победит только качество и современность. Кстати, об этом говорил и господин Залужный в интервью The Economist. Да, конечно же, конечно же, качество и современность в любой войне, они оказывают часто решающее влияние на то, какая из сторон победит. Но не нужно забывать, что иногда бывают и очень частые исключения, которые говорят о том, что большое количество тоже иногда приводит, да, к первым победам, но вместе с тем на это нужно обращать внимание. И мы понимаем, что мы имеем дело с противником, который может из очень слабых материалов на сегодняшний день по сравнению с тем объемом технологий и возможностей, которыми обладает западный мир. Россия ограничена, но вместе с тем через серые и черные схемы контрабанды она находит возможность каким-то образом часть покрывать дефицита своего, а часть пробовать заменить своими комплектующими. То есть при том, что качество будет низкое, вместе с тем количество будет позволять им достаточно комфортно себя чувствовать в конкуренции. Поэтому нам не нужно забывать, во-первых, с каким противником мы имеем дело. Мы понимаем, что Россия, движимая традиционным для себя принципом, мы шапками забросаем, она сейчас старается как можно больше, опять же, милитаризировать свою экономику, как можно больше, пускай и не достаточно технологичных, с раскив оружия, да, то есть пускай не сильно технологичное оружие создавать, но вместе с тем в достаточно большом количестве для того, чтобы каким-то образом сохранять конкурентоспособность в военной сфере. Что касается Украины, да, мы очень хорошо, что поставили эти приоритеты, и государство сейчас, в свою очередь, ищет и находит возможности поддержать бизнес, поддержать тех людей, инноваторов и инициативных людей, которые давно и глубоко занимаются вопросами поддержки фронта именно технологиями. Какие технологии сейчас самые главные? Две вещи, которые важны понимать каждому гражданину Украины, и каждому, кто каким-то образом причастен к войне в Украине, в том числе за границей. Нам важно то, чтобы силы обороны выжили, и нация украинская выжила, и нам важно, чтобы мы победили. Для того, чтобы мы выжили, мы ищем системы, способные нас защитить, способные куполом в широком смысле этого слова оградить от угроз и всю Украину, населенный пункт, какую-то часть территории, какие-то объекты и каждого отдельного человека. Такие технологии сейчас есть. Конечно же, понятно, что враг ищет способы, как эти технологии каким-то образом преодолеть, как сделать так, чтобы они не действовали. Это системы, например, радиоэлектронной борьбы. Это системы индивидуальной защиты и коллективной защиты. Над этим работают десятки, если не сотни украинских компаний сейчас, и дают очень современные образцы. Не нужно забывать, что война – это очень хороший стимул как раз для военных технологий. Конечно же, Украина сейчас, я думаю, очень сильно монетизирует возможности свои, в том числе на внешнем рынке. Но, конечно же, мы понимаем, что львиная часть сейчас именно на внутренний рынок должна идти этих технологий, а на внешний рынок только для того, чтобы заработать дополнительные ресурсы или получить дополнительные ресурсы для нашего развития. Чтобы выжить, понятно, что нам важно, опять же, средства уничтожения российских, например, ракет и шахедов. Это тоже то, на что направлено сейчас. Интеллектуальные возможности и физические возможности и украинских граждан, занимающихся подобными технологиями. И, конечно же, на что должно быть направлено и государственное внимание. То есть здесь перекликается то, что я говорю, статью из-за ужиного, конечно же. Это средства противовоздушной обороны, противоракетной обороны. Это то, чем может тоже частично заниматься частный сектор, особенно в технологиях тактического уровня. И в этом есть украинские разработчики. И, конечно же, не углубляясь, собственно, в мелкие детали, конечно же, очень важно не только выжить, но и победить врага. А победить – это значит достать врага. Достать врага и иметь возможность его уничтожить. И вот достать и уничтожить врага – это возможности, особенно сейчас, это беспилотные системы, любые. Те, которые летают, те, которые плавают на море, те, которые ездят по земле. Достать каждого индивидуально и наказать, уничтожить, и сделать так, чтобы он никогда больше не угрозал в Украине. Над этим тоже работают квадрокоптеры, ВФТВ-двоны, сотни предприятий в Украине работают над этим. Вот к этому вашему комментарию и добавим, что в Украине уже существенно увеличили производство дронов, и по сравнению с прошлым годом их количество возросло более чем в сто раз. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью РБК «Украина». Ну и в частности, он также напомнил о пилотном проекте «Армия дронов» и сообщил, что в государстве были приняты десятки постановлений и соответствующих законов. В частности, было дерегулировано это направление и увеличено финансирование производства беспилотников. Федоров также рассказал, что в приложении «Идея» открыли направление военных проектов. И на сегодняшний день уже более 40 производителей БПЛА инкорпиировались в «Идеи». Давайте услышим и потом обсудим еще. Если сравнивать этот год и прошлый год, то более чем в сто раз увеличено производство и количество дронов. Нужно понимать, что это война технологий. Сегодня беспилотники, РЭП, защита нашей техники от дронов врага, систему ситуационной осведомленности, спутниковая связь – это важные компоненты технологической войны. Здесь нужна максимальная дерегуляция, открытие рынков, для того, чтобы бизнес мог получить контракты, создавать продукты, масштабировать производство. Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, в интервью РБК «Украина». И, конечно, захотелось бы еще добавить слова гендиректора «Украиноборпрома» Сметанина, что украинский аналог иранских шахедов пошел в серийное производство. По его словам, его заказывают силы обороны. И, так сказать, украинский шахед уже поражал российские объекты, что интересно. И рекордная дальность боевого вылета около тысячи километров. Почему и FPV, я упомянула, и такой вид дронов, как «Аля», да, «Шакет», я так понимаю, его еще только хотят назвать. Но вот дальность, какая цель, собственно, Украины? И это, я имею в виду, чтобы все-таки добиться паритета с Российской Федерацией в наличии дронов, такого вида техники боевой. Или же все-таки, возможно, мы уже где-то и вышли вперед по количеству и по дальности. Есть ли такие сведения? Или это секрет военный? Да, относительно целей, какая-то часть будет... Ну, цель, конечно, понятна Украине, это изгнать врага со своей земли или уничтожить его здесь. Поэтому, конечно же, частью этой цели есть вот это соревнование, гонка за тем, чтобы быть технологичней, за тем, чтобы быть эффективней, то есть иметь достаточное количество оружия, способного поражать врага на более-более далекие расстояния. Поскольку от расстояния зависит логистика врага. От расстояния средств поражения зависит то, насколько война становится дороже врагу. То ли он отрабатывает на расстоянии 70-80 километров свои боевые задачи и дальше может чувствовать себя спокойным, соответственно, подтягивает тылы на это расстояние. То ли ему приходится оттягивать тылы на расстояние 300 километров, то ли он понимает, что он спокойно себя не может чувствовать на расстоянии в тысячи километров. Конечно же, это делает для него войну дороже. Это делает его более задумчивым врага относительно того, какие цели он хочет перед собой ставить и достигать. И выгодна ли ему эта война. Но, понятно, нам еще многое нужно поработать для того, чтобы было достаточное количество. Поэтому и количество, и качество, конечно же, это серьезные приоритеты перед украинским военно-промышленным комплексом. Притом здесь я говорю сейчас и о частных инициативах. На самом деле первый год войны, 2022, начало 2023 года, нужно говорить правду, вынесен на плечах в значительной мере по технологиям. По технологиям именно. Не говорю о тяжелом вооружении. Тяжелым вооружением занималось, конечно, для государства. Но вынесен вот эти мелкие технологии, технологии средств радиоэлектронной борьбы, средств поражения, таких как дроны, как их привидованы, вынесен на плечах и руками украинской нации, в принципе, гражданского общества, частных маленьких предпринимателей, которые в гаражах делали сотни и тысячи дронов. И здесь нужно отдать должное, и государство сейчас ищет и должно найти возможности, как интенсифицировать это производство, как помочь частному предпринимателю, поскольку мы должны доказать, что все-таки свободная демократичная экономика, рыночная экономика способна побеждать тоталитарную систему в том числе и в технологиях, в том числе и в количестве. И мы это сможем доказать, если будем правильно подходить к распределению государственных ресурсов и возможностей. И, конечно, очень важно здесь не забывать о контроле. То, о чем говорит министр сейчас цифровых технологий Федоров, очень важно понимать, что максимальная прозрачность в том, что касается, в том числе количества, этого не нужно бояться в сегодняшнем информационном обществе, каким-то образом можно говорить и о количестве наших вооружений. Мы понимаем, что мы можем оценивать российские количества вооружений, но главное, чтобы не было ни одних сомнений в том, что это делается честно, это делается конкурентно способно. При этом государство, помогая частному бизнесу, ни в коем случае не дает возможность каким-то жуликам, проходимцам, ворам раскрадывать и разбазаривать государственные деньги. То есть контроль за тем, чтобы прозрачность была этого процесса, это очень сейчас важно. Это тоже часть демократичного общества, часть рыночной экономики. Нам это нужно понимать, поскольку, как мы видим, очень часто коррупционеры и жулик прячутся как раз за тем, что нам нужно в интересах войны спрятать мои шахрайские махинации. Извините, сразу слова не найду. То есть здесь очень важная миссия государства сделать максимально прозрачным этот процесс, и я уверен, что мы будем очень и очень технологично выигрывать от этого. Ну и очень хорошо, конечно, то, что в Украину заходят сейчас системные игроки на мировом уровне, такие как Bayraktar турецкий, такие как Rain Metal, которые готовы сейчас наращивать производство в Украине именно своих технологий, ремонтные технологии. Мы понимаем, что при хорошей философии мы будем иметь возможность значительно расширить спектр тех государств и тех предприятий, которые готовы будут в Украине развивать свой военно-промышленный комплекс. Как раз, Иван Григорьевич, с языка сорвали следующий вопрос касательно и Bayraktar в том числе, потому что там же очень интересная история. Bayraktar же турецкое производство, но элементы двигателя там украинские также присутствуют. И вот, Иван Григорьевич, а достаточно ли сейчас в Украине конструкторов, экспертов и в целом человеческого ресурса, которые умеют и способны, начиная от чертежей, заканчивая уже готовой продукцией, производить современную военную технику, военную технологию, дальнобойные ракеты, по типу даже Нептуна, например? – Знаете, у меня лично были совершенно иные планы на 2022-й, 2023-й. Совершенно другие еще два года назад. Они не были связаны с боевыми действиями, они не были связаны, хотя я понимал, что, конечно, война с 2014 года, я понимал, что ее нужно завершать, но вот в таком формате у множества, у миллионов украинцев они не были связаны. И сейчас те, кто был, кто занимался культурой, наукой, частным предпринимательством, в значительной мере большинство людей понимают, что они делают для фронта и для победы. И я уверен совершенно, что многие из людей, которые занимались совершенно другими делами, сейчас уже занимаются военными технологиями, они воюют на фронте, кто-то воюет на фронте, хотя этого оружия в руках, возможно, не держал, а кто-то занимается тем, чтобы фронтовик был хорошо вооружен, качественно, и с тем, чтобы мы выигрывали эту гонку по технологиям, по возможностям у нашего врага, у России. Поэтому я совершенно уверен, что специалисты у нас есть, они найдутся. Мы знаем, что в отличном потенциале украинских, не буду перечислять наших сикорских, вернадских и других украинских технологов, их сотни, наверное, тысячи в истории. Мы умеем, умеем делать хорошее оружие, мы умеем хорошо воевать, поэтому, если на это есть политическая и гражданская воля, а она, гражданская воля есть, и политическая воля активно сейчас развивается в том, чтобы поддержать эти технологии, то я совершенно уверен, что мы сделаем хороший рывок в усовершенствовании нашего оружия и тех возможностей, которые есть у украинских сил обороны. Спасибо вам, Иван Григорьевич. Хотелось бы просто добавить или даже напомнить, что, кроме того, у Украины есть теперь собственный дальнобойное оружие. На этой интриге поставим троеточие. До встречи с вами, потому что это тоже очень интересный момент, насколько дальнобойное. Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.